Каждый из них вписал свое имя в историю. Студенческие отряды Алтайского края отметили 60-летний юбилей. Молодежное движение Советского Союза после России получило особенно мощное развитие на Алтае. Мои родители познакомились в десанте, в снежном десанте время. Тоже оба ездили в стройотряды. И поэтому я с детства знала, что это такое. Естественно, придя в университет, тоже пошла в отряд. В тот же, в который ездила моя мама в Сальвейк и в десант, в котором познакомились мои родители в десант время. Там же в отрядах я встретила своего будущего мужа Максима. И теперь у нас есть маленький сынок Дима. И мы вместе с ним уже ходим на мероприятия. Традиции передавались от поколения к поколению. Молодежь находила в студотрядах спутников жизни, друзей, соратников. Сейчас студенческие отряды часто выезжают на трудовые объекты за пределы региона. Но в советские годы многие объекты Алтайского края, которые действуют и сегодня, тоже строили студенты. Каждый год эти 60 лет есть выпускники университетов, которые были в студенческих отрядах. И это огромное сообщество, братство, на самом деле, объединенных общей философией, общими ценностями людей, философией труда, трудового человека. Оно воспитало очень многих людей, которые смогли свой достойный вклад и, став уже совершенно взрослыми и состоявшимися людьми, внести свой вклад по самым разным направлениям жизни и развития Алтайского края. Кроме строительных края действуют педагогические и сельскохозяйственные отряды, отряды проводников и зимние отряды снежный десант. С мощным развитием туризма появились сервисные отряды, а несколько лет назад под запрос работодателей – медицинские. Первый отряд был создан в 2019 году, но если мы говорим о медицинских отрядах как о направлении, то, конечно же, этот старт был дат в 2023 году. Но для бойцов студотряды не столько место работы, сколько площадка, где можно испытать и закалить себя. Я раньше был очень сильным человеком, то есть даже банально сейчас я бы не смог. Сейчас я стал намного раскрепощеннее, со всеми общаюсь. Естественно, работа с детьми – это тяжелая психологическая работа, и психика тоже закалена стала. Видите, какая мощь, какая армия людей, которые прошли через это движение. Это люди, которые умеют работать в команде, это люди, которые знают, что такое труд, и понимают, что труд – это грудь, и где бы они ни находились, в какой бы сфере они ни работали, это помогает им выстраивать траекторию своей дальнейшей карьеры. Сейчас в Алтайском крае рекордное число отрядов – 142, только действующих представителей несколько тысяч. Давно повзрослевшие бойцы сегодня занимают различные посты в компаниях и ведомствах края, а также страны. А молодые юноши и девушки пробуют на вкус работу и дружбу. И каждый из них уверен – эти годы были прожиты не зря. Татьяна Голубева, Анастасия Драган, Дмитрий Денисов, День с толком.